Алисия Перл. Межграничная Академия. Давай наспор, демон. Пролог. За пять лет до основных событий. Дворец Владычицы Пятого Мира. Владычица Самара! Владычица Самара! В тронный зал вбежал запыхавшийся демон в боевой ипостаси. Королева устало прикрыла глаза рукой. Если по замку начинали бегать, это могло означать две вещи. Или прорыв, или любимый сын домой вернулся. Опыт подсказывал, что сегодня, к сожалению, не первый вариант. Ей просто не могло так повести. Что опять натворил этот паршивец? Его высочество устроил дуэль с герцогом Эртруаром. Отчитался демон. Самара смерила его скептическим взглядом. И все? Демон стушевался. Вы даже не спросите, кто победил? Зачем? Я и так знаю, что Эртруар. Куда моего сына понесло после проигрыша? К Суккубамов дом терпимости? Или просто ограничился разгромом какого-нибудь бара? Демон виновата опустил рогатую голову. Понятно. Значит, выбрать что-то одно не смог, решил совместить. Надеюсь, хоть во дворец он никого не притащил? Вы когда-нибудь видели, чтобы боевые демоны бледнели. Самара с подозрением прищурилась. Она могла закрыть глаза практически на любую выходку своего единственного сына. Но были определенные границы, которые переступать не дозволялось даже ему. Величественно встав с трона, она уверенной походкой направилась в крыло наследника. Попадавшиеся в коридорах слуги рассыпались в разные стороны при виде королевы. Похоже, весь дворец осведомлен об очередной выходке принца. Демоны знали, как владычица Скара на расправу, а потому предпочитали слиться со стенами. Охраны, упокоив наследника, не наблюдалось. Не утруждая себя тем, чтобы постучать, самара взорвала запертые двери заклинанием. На кровати лежала обнаженная демоница, в которой королева признала дочку советника, бывшего советника с этой самой секунды. Девица тоненько взвизгнула и дрожащими руками попыталась прикрыться шелковой простыней. Владычица щелкнула пальцами, и уже через секунду в покоях появились стражи. «Вышвырнуть!» — приказала она. Демоница испуганно уставилась на стражей, уже двинувшихся в ее сторону. Понимая, что приказ будет исполнен незамедлительно, кинулась к разбросанной по полуодежде. Стоило ей коснуться ткани, как та вспыхнула голубым пламенем, превращаясь в пепел. Та же участь постигла простыню в руках демоницы и кровати за ее спиной. Не обращая внимания на мольбы, стражи рывком подняли с пола девицу, пытающуюся прикрыть наготу длинными локонами, и под руки вывели из покоев. «Эй, как там тебя-то? Чего расшумелось?» — раздался недовольный, нетрезвый голос из уборной, а следом появился и сам его обладатель. Наследный принц Самаэль в собственной первозданной красоте. Пары секунд Самаэлю хватило, чтобы оценить, как за время его отсутствия изменилась обстановка комнаты, и мгновенно протрезветь. «Кажется, у нас уже был разговор по поводу твоих потаскух и мест, где тебе дозволено с ними развлекаться». Обманчиво спокойным тоном спросила владычица, пока принц натягивал штаны, любезно протянутые одним из стражей. «Дурацкое правило!» — вскривился Самаэль. «Почему я не могу приводить девушек в свое крыло?» «Потому что ты с ними явно не чай распивать будешь и не о поэзии второго мира беседовать. А я не потерплю разврата в своем доме». «Да что такого? Вдруг эта демоница моя истинная?» «Ты даже имени ее не запомнил, если вообще спрашивал. А я не настолько провинилась перед богами, чтобы моей невесткой стала первая попавшаяся потаскуха». «Мне через неделю пятьдесят», — напомнил матери Самаэль. «И я смогу почувствовать истинную». «Вот когда почувствуешь, тогда и будем разговаривать». Отбрила сына владычица. «Ты собрался свою истинную привести в покое, где перетрахал бы кучу демониц, не запрети я?» «А если бы они или слуги в подробностях расписали твоей сужиной, что и как ты с ними делал?» «Сомневаюсь, что приличная девушка обрадуется подобным новостям и захочет делить с тобой ложе, через которое прошла не одна...» Самара попыталась подобрать приличное слово, но не смогла и лишь махнула рукой. Самаэль молчал. Конечно, он понимал, что мать права, но вслух этого не произносил. «Вот как доверять тебе правление миром, если ты ведешь себя недостойно владыки? Ты неотесанный юнец», — продолжала распекать его владычица. «Через неделю уже не буду», — возразил принц. Владычица рассмеялась. «Думаешь, стукнет тебе пятьдесят, и сразу знания и мудрость приобретешь?» «Ничего подобного. Для того, чтобы в твоей бестолковой голове, которой ты умеешь только рога носить, что-то появилось, нужно что-то в нее положить. А это что-то не на пустом месте берется». «Мне не нравится, куда начинает сворачивать наш разговор», — прищурился Самаэль, видя, как завелась мать. «Я приняла решение», — заявила она. «Похоже, было ошибкой доверять твое обучение приходящим педагогам. Ты должен закончить академию». «Нет». «Да», — нетерпящим возражения тоном прикрикнула владычица. «Да, Самаэль, ты поступишь в Эдомскую межграничную академию. Сам. И закончишь ее с отличием. При этом я лично предупрежу ректора, чтобы поблажек за красивые рога тебе не делали. И только после получения диплома я позволю тебе занять трон». «Я твой единственный наследник. Ты не можешь так со мной поступить?» — запальчиво воскликнул принц. «О, тут ты ошибаешься, дорогой сын. Могу. Еще как могу. Если бы ты изучал законы родного мира, а невинную карту в ресторации на Центральной площади Эдома, сейчас бы не спорил». «Но это же целых пять лет», — заныл он. «А как же истинное?» Самара усмехнулась. «По традиции, вдовствующая владычица должна передать трон наследнику, когда тот встретит свою пару. Не раньше». «Только потому, что Самаэль был слишком молод, когда случился прорыв, из которого не вернулся ее супруг, Самаре пришлось взвалить на свои хрупкие плечи бремя правления. В тот день погибло немало демонов. Еще больше пропали без вести. Не все тела смогли найти и предать огню. Среди пропавших были отцы Самаэля и Эртруара. От горя владычица едва не ушла за грань. В этом мире ее удержал только несовершеннолетний по меркам демонов сын». «Для начала встреть. Как встретишь, сразу можешь возвращаться во дворец и занимать трон». «Погоди, я разве не буду жить во дворце?» «Нет, не будешь. При Академии есть общежитие. И пользоваться своими привилегиями не будешь тоже. Пока не встретишь истинную, и при условии, что она захочет быть с тобой добровольно. А то знаю я твой поганый характер. Но если не встретишь, отучишься все пять лет. Считай, это твое наказание». Глава первая. Лилит. Перекинув рюкзак с самыми необходимыми вещами через плечо и сжимая в руке метелку, я незаметно кралась к забору. На то, чтобы проковырять дыру в охранном куполе, который установил отец после прошлой попытки побега, я потратила целую неделю. Приходилось по ночам осторожно дергать по ниточке из сложного плетения. Выбравшись наружу, подождала, убеждаясь, что сигналка не сработала, и за мной не бросились в погоню стражи. Прошло уже больше минуты, а в замке по-прежнему тихо. От радости едва не завизжала. Обхватив поудобнее древко, уселась на метлу и взлетела, держа путь к портальной арке. Сейчас я как никогда наслаждалась не только чувством полета, но и ощущением свободы. Метла — подарок любимой тетке, главы Ковина-Ведьм в Первом мире, куда я и держу путь. Отцу никогда не нравилось мое средство передвижения. Он считал, что демону позорно седлать сторонние летательные артефакты. «Демоны должны летать на своих крыльях», — говорил он. Вот только того, что я, полукровка без второй ипостаси, отец почему-то не учитывал. Из-за происхождения я никогда не чувствовала себя на своем месте в мире демонов. Быть может, оживим мы где-то на окраине, а не в Эдоме, столице Пятого мира. Это было бы не так заметно. Но что поделать Соломону, герцогу Третьего Круга? Так называются в этом мире территориальные единицы. Одному из самых богатых демонов Пятого мира не пристало жить в деревушках или приграничных городках. Судьба распорядилась так, что в истинное отцу досталась ведьма Иград, моя мать и по совместительству бывшая верховная ковина Первого мира. Я их единственная и горячо любимая дочь, над которой природа посмеялась от души. Мало того, что скоро я стану совершенно летней по меркам демонов, так у меня еще и сущность до сих пор не пробудилась, хотя обычно это происходит в первые десять лет жизни демона. Да и как ведьма, я намного слабее матери. Нет демонической ипостаси — нет крыльев. А летать мне нравилось всегда. Единственный человек, который меня понимает, моя тетка. Втайне от отца она и подарила метлу, чтобы я могла летать, пусть не как демоны, но как ведьмы. Да, я знала, что своим побегом расстрою родителя. Но как мне стать кем-то в Пятом мире без ипостаси? Меня же демоны заклюют, появись я однажды на совете в качестве наследницы третьего круга. Не говоря уже о том, что они помешаны на истинных. Чистокровные демоны свою пару узнают с первого взгляда, в то время как полукровкам приходится сложнее. Необходим более близкие контакты, чтобы почувствовать притяжение. Это может быть прикосновение, поцелуй, но надежнее всего работает секс. После близости уже точно не остается сомнений, кто твоя судьба. Перспектива перебрать толпу озабоченных демонов, чтобы понять, кто мой суженый, если таковой вообще в природе существует, меня не прельщает. Хорошенько все взвесив, я приняла, как мне казалось, лучшее решение в своей жизни — сбежать и стать настоящей ведьмой. У ведьм нет истиных и нет заморочек с ипостасью. Пусть дар у меня слабенький, зато я отлично гадаю. Мои предсказания всегда исполняются, как и проклятие. Вот уж к чему у меня несомненный талант. Я уже вылетела за пределы столицы, как вдруг поднялся ветер, настолько сильный, что метло стало швырять из стороны в сторону, и мне пришлось максимально снизиться. Метелке мой маневр не понравился, и она предостерегающе зашелестела прутиками, но я ее не послушалась. Это было роковой ошибкой. Стоило подлететь близко к земле, как из нее в мою сторону потянулись лианы. Гибкие стволы пытались оплести мои ноги и метлу, но я сожгла их огненным заклинанием. Понимая, что рискую, снова набрала высоту и ускорилась. Древко в руках нервно вибрировало, словно говоря, что меня предупреждали. «Да чтоб тебя!» — выругалась я, когда внезапно на пути возник песчаный смерч. Резко развернула метлу вправо, избегая столкновения. Сильный порыв ветра все-таки задел метлу, выдернув часть прутьев. Меня завертело, швырнуло вниз. И лишь у самой земли я смогла немного выровнять полет и почти мягко приземлиться. Беглый осмотр метлы едва не заставил расплакаться. Половина оставшихся прутьев сломана, а на уцелевших лететь слишком опасно. Мысли о том, чтобы бросить метелку, зная, что в таком виде она будет только мешать, даже не возникло. Впереди маячили очертания леса, сразу за которым располагалась межмировая портальная арка. Зажав древко под мышкой, припустила бегом. Эх, надо было больше заниматься по утрам физической подготовкой. Легкие обожгло буквально через пятьсот метров. В очередной раз позавидовала чистокровным демонам, которые и пять километров пробегут, не запыхавшись. Хотя зачем им это, когда есть крылья? А особо сильные даже порталы открывать умеют. Рыыыыыы! Раздалось за моей спиной. Я обернулась. Огромный зверь, чья шерсть в темноте светилась ярко-алым, золотистыми всполохами, нагнал меня в два прыжка. Миг, и я лежу спиной на земле, а в мои плечи упираются мощные лапы, не давая пошевелиться. Ры. Осуждающие прорычали мне в лицо. Хази, слезь с меня, ты тяжелая. Попыталась вывернуться я. Зверюга просьбу проигнорировала. Наоборот, легла на меня, накрывая своей тяжеленной тушей. Мам, твой фамильяр меня сейчас раздавит, скажи ей. Взмолилась я, понимая, что побег окончательно провалился. Хази, смени ипостась. Прозвучал голос матери прямо надо мной. Яркая вспышка света, и в следующий миг у меня на животе лежит уже не такая тяжелая рыжая пушистая кошка. Ну что, добегалась? Глава вторая. Лилит. А в туалет мне можно одной сходить? Вспылила я, когда фамильяр матери направилась следом за мной в уборную. Сама виновата, отозвалась Хази. Иград сказала, ни на шаг от тебя не отходить, пока Соломон не вернется с совета. Раздраженно пнуло мусорное ведро, получив при этом осуждающий взгляд фамильяра. Так и не воспользовавшись уборной по прямому назначению, вернулась в спальню и со злостью плюхнулась на кровать. Зарывшись головой в подушке, выплеснуло все накопившееся раздражение. Прекратила кричать только, когда почувствовала, что задыхаюсь от недостатка кислорода. Успокоилась? Хази сидела на краю кровати и снисходительно наблюдала за моей истерикой. Нет. Ну еще пари. Хочешь, разбей что-нибудь? Предложила она. Вон та ваза, например, мне никогда не нравилась. Ночной горшок напоминает. Она указала настоящий в углу шедевр современного искусства, подаренный отцу послом орков. Весел этот непонятный, грубо вытесанный из куска яшмы предмет полтора центнера, не меньше. Я не то что поднять, магией сдвинуть не смогла бы. Да и жалко, если честно. Уж в очень интересные сложные узоры складываются пестрые прожилки необычного камня. Хази, а ты ведь не запросто так меня тут охраняешь, я права? Осторожно придвинулась я поближе к кошке. Фамильяру смехнулась. Больно надо мне за спасибо с тобой возиться, фыркнула она. И что тебе пообещали? Протянула руку к пушистой спине и, зарывшись пальцами в густую шерсть, начала легонько почесывать. Послышалось довольное тихое мурчание. Так что тебе пообещали, Хази? Повторила вопрос. Фамильяр закатила глаза от наслаждения. Новую лежанку. С подогревом. Промурчала кошка. Полученной информацией я обрадовалась, ведь у меня появился шанс переподкупить надзирательницу. Медленно протянула вторую руку и начала почувствовать фамильяра за ушами. А если я тебе закажу целый новый домик? Ну, я не знаю. Трехуровневый, с двумя когтеточками. Продолжала соблазнять я. Мурчание усилилось. Значит, я на верном пути. Розовый? Прозвучал вопрос. Розовый. Сдалась я, слабо представляя, где такое можно достать. Журнал «Мой фамильяр». Выпуск 9. Страница 34. Артикул 1065. Доставка из Второго мира по предоплате бесплатна. Хази словно прочитала мои мысли, облегчая задачу. Хотя, кто знает, может, она и правда читает мысли. Я не в курсе всех способностей этой кошки, а их немало. Согласна. 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 Хази. 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 У твоей мамы тоже нет второй ипостаси, и ей ничего не мешает жить со своей семьей. Так мама и рождена была ведьмой, а я полукровка. С меня и спрос другой. Тем более мама твоя истинная пара. Так может в этом все и дело? Может твоя ипостась проявится, когда ты встретишь свою пару? Предположил он. Такие случаи были. Сколько я тебя пытался познакомить сыновьями моих друзей? А ты каждый раз выставляла себя перед молодыми демонами в дурном свете. Взять того же Германа. Он тоже, кстати, полукровка. Ты зачем парню хвост сломала? Да потому что Герман этот твой мне сходу предложил проверку на истинность через постель провести. Громче положенного возмутилась я. А потом попытался сунуть свой мерзкий хвост мне под юбку, за что и поплатился. Пусть скажет спасибо, что только хвостом отделался. Отец выглядел ошарашенным. Конечно, о таких подробностях ему не донесли. Он залпом осушил бокал, а потом сжал в кулаке, превращая в пыль. Хрен его отцу, а не разрешение на торговлю в третьем округе. Сказал он на древнедемоническом. Значит, подведем итог. Ты хочешь отказаться от своего наследия, избежать в первый мир только потому, что у тебя пока... Он выделил последнее слово. Не проявилась ипостась, и тебе из-за этого неловко находиться среди демонов. Я прав? Неуверенно кивнула. Хорошо. Я разрешу тебе покинуть пятый мир. Неверящая уставилась на отца. Кажется, у меня слуховые галлюцинации. На всякий случай ущипнула себя, чтобы удостовериться, что это не сон. При одном условии. Прежде ты должна закончить Эдомскую межграничную академию. Нет. От отчаяния я застонала в голос. Только не в академию. Там же скопление дурных демонов, которым сила и тестостерон в голову бьют только в путь. Уже предчувствую, как они будут веселиться за мой счет эти пять лет. Да, Лилит. Да. Мое слово. Закон. Ты поступишь в Эдомскую межграничную академию и закончишь ее. Жаль, я не сделал этого раньше. Возможно, твоя ипостась давно пробудилась бы среди молодежи. А если ипостась, так и не проснется. Отец усмехнулся, словно не сомневался, что быть такого не может. Вот если не проснется, тогда иже куда вздумается. Только учти, что в другом мире доступа к своим счетам ты не получишь. Да и содержать себя будешь сама, без нашей с матерью помощи. На время учебы в академии твои траты будут контролироваться. Я уже отправил запрос в банк, твои счета заморожены. Снять деньги или перевести их на другой счет нельзя. А как же я буду учиться в академии, если даже тетради не смогу себе купить? Возмутилась я. А форма — обувь. Ты за кого меня принимаешь? Я что, свою дочь голой учиться отправлю? Нахмурился отец. Все необходимые покупки сделаешь в сопровождении матери. А теперь ступай. Утром принесут методички, начинай по ним готовиться. И вещи собери. Ведь уже через неделю ты переезжаешь в общежитие академии. Глава третья. Самаэль. Мать все-таки выполнила свою угрозу. Пять дней спустя я стоял у приветливо распахнутых ворот академии и не мог заставить себя сделать и шага на ее территорию. Все мое нутро противилось этому. Почему я, Самаэль, единственный наследник, будущий владыка пятого мира, должен учиться в какой-то убогой академии? Ну ладно, допустим, не такая уж и убогая, а лучшая академия в мире демонов. Но и не чита столичной межграничной академии первого мира, мира магов. Там, конечно, размах. Множество факультетов с отдельными корпусами, легендарный библиотечный корпус, оснащение артефактами по последнему слову техномагии. Да и студентов туда принимают из всех шести миров и любой расы. В Эдомскую межграничную академию принимали только демонов. Факультет был лишь один, общий. Дисциплин по выбору он не предусматривал. То есть, хочешь не хочешь, но обучаться будешь всему, начиная от боевой подготовки, заканчивая зелье вареньем и бытовой магией. Можно подумать, во дворце, с огромным штатом слуг, мне когда-нибудь придется самому себе носки штопать. Фыркнул, представив, как сижу на троне, и, высунув от усердия язык, пытаюсь вставить нитку в иголку. Послезавтра мне исполнится пятьдесят. Ничего, как-нибудь две ночи в общежитии я переживу. Тем более, что не обязательно же спать в своей комнате. Развлекательные заведения Эдома в моем полном распоряжении. Две бессонные ночи для меня ерунда. Бывало, в загулах неделями не спал, отрываясь с молоденькими суккубами. Потом во дворце будет большой праздник, на который съедутся все свободные демоницы Пятого мира. Разве кто-то захочет упустить шанс стать моей будущей владычицей. Я уверен, среди них точно найдется моя пара. Конечно, мне встречались уже демоницы старше пятидесяти лет, утверждавшие, что я их истинный. Все они лгали. С самыми упорными мать разбиралась кардинально. Для начала их приковывали антимагическими цепями, препятствующими обороту, к столбам посреди арены для дуэлей. Если девушка продолжала настаивать, что все еще чувствует во мне своего истинного, тогда приглашался любой желающий и мог сделать с демоницей, что захочет. И я в это время должен был наблюдать за происходящим на арене с трибун. На моих глазах с демониц срезали одежду, грубо лапали, били, брели налысо и даже насиловали, нередко и в демонической форме. Жестоко? Да. Вот только имелся нюанс. Свою пару, даже несовершеннолетний демон, не позволил бы тронуть и пальцем, пусть и не чувствуя связи истинных. Сработали бы еще более древние природные инстинкты, направленные на защиту будущей матери твоего потомства. То есть, если бы девушка говорила правду, я бы не смог спокойно смотреть, как в ее тело вбивается другой демон. А я смотрел, и внутри ничего даже не йокало. К сожалению, подобных показательных мероприятий мне пришлось посетить с десяток. И только двух обманщиц пощадили. Среди зрителей абсолютно случайно оказались их настоящие истинные. Мимо меня, призывно стреляя глазками, прошли две довольно симпатичные студентки. Оценив их аппетитные формы, прикинул, что, возможно, пребывание в академии будет не таким уж и скучным. Тем более, что комнату мне обещали выделить отдельную, в то время как обычных студентов селят подвое. Возможно, даже в клуб ехать не придется, все развлечения под боком. И судя по количеству расстегнутых пуговиц на форменных блузках, девушки сами прибегут по щелчку пальцев, теряя на ходу трусики. Останется только достать алкоголь. Но это же студенческое общежитие. Я и не сомневаюсь, что тут с этим полный порядок. Даже настроение поднялось, так все удачно складывается. Отловив какого-то задохлика в форме с нашивками второго курса, вежливо попросил отвезти меня к ректору. Я планировал договориться о свободном посещении занятий. Во дворце со мной занимались лучшие педагоги и просиживать зад на скучных лекциях пустая трата времени. Попытка договориться закончилась ничем. Мать уже прислала приказ, согласно которому мне запрещались любые поблажки со стороны преподавательского состава. Также там было прописано обязательное посещение мной всех занятий и сдача вступительных испытаний в виде теоретического теста и экзамена по физической подготовке. Тест я заполнил прямо в кабинете ректора за пару минут. Уж историю пятого мира и королевской семьи я знал лучше любого преподавателя, за что получил заслуженный максимальный балл. Осталось сдать только физическую подготовку. Сущая формальность, как и тест. Абитуриенты основного потока прошли вступительные испытания еще месяц назад. Я же, как опоздавший, должен был сделать это сегодня после обеда. Для меня стало неожиданностью, что, по словам ректора, на экзамене нас будет трое. Даже интересно, кого же еще угораздило поступать в последний момент. Так как в общежитии заселяют только после всех испытаний, решил наведаться в столовую. Почему-то мне представлялось, что кормят в академии отвратительно. Конечно, разнообразие блюд не как во дворце, но и не совсем полевой лагерь, как я думал раньше. Заказал вполне приличный стейк и крайне дерьмовый кофе, после которого на языке остался привкус земли. Бррр. Пока я был занят едой, ко мне подсели старшекурсницы. Узнав, что после обеда у меня экзамен на стадионе, они изъявили желание поприсутствовать в качестве зрителей. Собственно, почему нет? Мне не жалко. Пусть смотрят. В боевой форме я особенно хорош. Почти три метра неотразимости и стальных мускулов. Кожистые крылья, рога редкого серебристого оттенка, которые всегда нравились девушкам. Когда я, наконец, дошел до стадиона, присвистнул. На трибунах яблоку негде было упасть. Кажется, вся женская половина академии собралась полюбоваться моим выступлением. Расправил плечи и, отсалютовав поклонницам, стал дожидаться тех, с кем мне предстояло сдавать экзамен. Где их только темные носят? Прошу простить, Ваше Высочество. Немного задержались. Надеюсь, вы не успели заскучать? Прозвучал за моей спиной насмешливый голос. Повернулся, встречаясь взглядом с тем, кого никак не ожидал здесь увидеть. Ты?